Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гусев. И сразу перейдем к выпуску. Виновник серьезной аварии, которая унесла жизнь трех человек в центре краевой столицы, пробудет под стражей как минимум еще два месяца. Об этом сообщают представители суда Октябрьского района. Арест Александра Руденко был продлен до 2 апреля. Сейчас он находится в СИЗО, куда его поместили сразу же после ДТП. Напомню, осенью прошлого года Александр, управляя автомобилем BMW X6, на бешеной скорости врезался в автомобиль Рено, в котором находились трое взрослых и двое детей. Как говорят очевидцы, он ехал на красный сигнал светофора и был в состоянии алкогольного опьянения. Пассажирка Рено Юлия Нагорнева и две девочки погибли. Еще двое мужчин оказались в больнице. Позже одного из них выписали. Две недели в Барнауле выбирали территории, которые нужно благоустроить. Завершилось интернет-голосование за дворы и парки, которые будут обновлены в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. За благоустройство общественных территорий Барнаулецы отдали 63 296 голосов. Было изначально выставлено 49 территорий и более 60 тысяч голосов от наших горожан поступило за территорию. В тройке лидеров у нас, так же как и по предварительным итогам, остались аллея пульс Георгий Исакова в границах Железнодорожного района, аллея по Исакова в границах Ленинского района и сквер на Панфиловцев 22. Кроме того, в десятки лидеров такие крупные объекты, как Демидовская площадь, Речной вокзал, Маршала Жукова, Парк Юбилейный, Мизюлинская роща и ряд других объектов. Добавлю, это голосование предварительное. Его нужно закрепить на общественной комиссии. Члены комиссии решат, когда специалисты приступят к разработке эскизных решений, проекта смертной документации, а также определяют дату начала работ по благоустройству. По всей стране отметили День российской науки. В алтайских вузах идут дискуссии. Ученые обмениваются опытом и рассказывают об инновационных разработках. О препаратах будущего и последних разработках алтайских исследователей узнаете далее. В свои 20 Халид Куреши решил посвятить себя науке. Спустя каких-то полгода учебы по обмену студент из Индии стал отличником. После пар все свободное время посвящает экспериментам в медицинском университете. Я люблю эксперименты. Сейчас мы делаем гель, антицептек. Халид Куреши пока только мечтает стать частью команды разработчиков. Нужно отучиться как минимум 4 года. Тем временем студенты-выпускники разрабатывают уникальный препарат для лечения язвы. Ему нет аналогов в России, а его эффективность в несколько раз превышает известные прототипы. А сейчас ученые-медики проводят доклинические исследования. Речь идет о молекуле, конкретной молекуле, которая нашими учеными была создана. И это, по сути, пептидная молекула, состоящая всего из нескольких аминокислот. То есть достаточно близкая по своей природе естественным веществам, молекулам, которые в человеческом организме функционируют. Еще один прорыв совершили ученые Алтайского госуниверситета. Они разработали два новых штамма – бактерии одного вида. На их основе будут производить биологические препараты для сельского хозяйства. Это средства дезинфекции, защиты растений, пробиотики. Осталось только получить патент. В настоящее время биопрепараты, которые разрабатываются в Алтайском крае, они все на использовании чужих штаммов. Мы их просто покупаем. Это может быть недорого, это просто не личная интеллектуальная собственность. То есть покупать можно всегда, но нужно же все-таки наращивать свои компетенции в этой области. Свои компетенции наращивают и ученые технического университета. Они разработали уникальную конструкцию мультитопливных котлов. Такие обеспечивают безотходное производство. Могут сжигать практически все – от угля до лузги подсолнечника. В затопительный период инновационные котлы экономят до 30% тепла. Это на самом деле сейчас очень серьезная проблема. Потому что казалось бы, ну вот у меня есть деревопереработка. У меня очень много щипы получается, опила. Их куда-то надевать. Просто так их выкинуть нельзя. За них нужно платить, за их переработку. А в данном случае предприятия могут позволить себе использовать их для себя же. Получить тепло и не платить за это. То есть экономия в тройне получается. Своих ученых технический вуз взращивает еще со школы. На базе университета работает Центр детского технического творчества «Наследники Ползунова». Здесь бесплатно школьники учатся программировать, собирать роботов, создавать аппараты, которые помогают промышленности. Юные ученые разрабатывают технологии, которые в будущем, возможно, произведут техническую революцию. И уже сейчас есть разработки, которые заинтересовали мировых автоконструкторов. Анастасия Борисова, Денис Кузьменко, Антон Червяков. Новости. На этом у меня все. Смотрите телеканал Катунь24. И всего вам доброго.